Всем привет! Знаете, наверное, у всех есть такие игры, в которые мы однажды играли очень много лет назад, а после забывали об их существовании, пока не наталкивались случайно повторно, уже в куда более зрелом возрасте. И часто в такие моменты мы замечаем, насколько наше восприятие игр и наши интересы изменились за прошедшие года. Лично у меня такое бывает не то чтобы часто, но вот Craft the World оказался именно такой игрой. Вышедшая в 2014 году и разработанная студией Decover, которая и до, и после занималась по сути только разработкой мобильных и браузерных аркад с головоломками, игра в своё время не сильно-то привлекла моё внимание. Ну, оно как бы и понятно, в то время все уже сидели в ожидании выхода третьего Ведьмака, а игра даже для тех лет казалась мне довольно детской и примитивной, поэтому поиграв в неё пару дней, я без задней мысли стёр её с жёсткого диска и забыл до недавнего времени. И вот повторно вспомнив об игре, по сути благодаря счастливому случаю с бесплатно полученным ключом, я решил, а почему бы не дать игре второй шанс и заодно не сделать об этом видео. И на самом деле игра действительно не лишена положительных моментов, которые я по большому счёту проигнорировал в своё время. Несмотря на то, что куратором разработки была студия, специализирующаяся на мобильных и браузерных играх, они вполне смогли выдать проект, достойный инди-сегмента того времени, особенно при условии, что студия не такая уж и большая. И к тому же, хоть игра и выглядит детской, и в ней чувствуется прям вот явный дух чего-то аркадного, она вполне может заинтересовать и сегодня. В игре хватает контента, особенно если купить основные DLC, а при игре на уровне сложности выше средней и желательно с включённым режимом древоисследований, противники и сложность прогрессии могут заставить попотеть начинающего, да и порой не только игрока. Хотя я не могу говорить то, что игра абсолютно идеальная и полностью лишена минусов. Вообще, несмотря на все плюсы Craft the World, лично мне кажется, что игре сильно не хватает порой кооперативного режима в самой игре. Ведь если вы всё же хотите сыграть, то придётся отдельно доплатить за DLC на мультиплеер. Что вообще Electronic Arts или Ubisoft момент. А ведь порой хочется вместе с друзьями собраться вечером и приятно провести время в какой-нибудь игре. И отличным вариантом для такого будет Ragnarok Prime. Что такое Ragnarok Prime, спросите меня? Значительно улучшенная и переработанная версия Ragnarok Online, отвечу я. Разработчики взяли тот самый классический Ragnarok Online, сделав игру ещё лучше. Был переработан баланс, добавлены новые механики и классовые умения персонажей. Переработан интерфейс и улучшенная графическая составляющая. Ragnarok погрузит вас в уникальный и удивительный мир, где только вы решаете, каким образом преодолевать проблемы и развивать своего персонажа. За счёт уникальной системы прокачки и множества веток развития. Каждая из которых совершенно уникальна и зачастую даже предоставляет альтернативные способы прохождения одних и тех же квестов. Вы можете стать волшебником, вором, послушником, торговцем, мечником и много кем ещё. Особенно при условии, что многие профессии могут комбинироваться для получения ни на что не похожих уникальных билдов. Если вы уже знакомы с миром Ragnarok Online, то это отличная возможность поностальгировать, вернувшись в вашу любимую игру, причём с кучей улучшений и нового контента. А если вы никогда не играли, то досматриваем видео и бежим знакомиться с настоящей классикой MMORPG. Ссылка на игру, как всегда, в описании, переходите по ней и отправляйтесь покорять мир Ragnarok Prime. Ну а мы возвращаемся к Craft the World. Начинается игра с создания мира и настроек сложности игры. Играть можно в компанию, которая включает в себя обучение на первых порах и постепенно предоставляет доступ ко всё более сложным мирам, с разнообразными биомами. От стандартного леса до зимы, пустыни и подземных пещер. Однако, точно так же вы можете играть и просто в свободной игре, с возможностью полностью настроить условия мира и сложность, что ничем не отличается от компании, затем лишь исключением, что вам не будут объяснять базовые азы игры и придётся доходить до всего самостоятельно. Начинается любая партия с одного дворфа и с пустым инвентарём, а также если вы выбрали режим с прогрессией через древо исследований с весьма ограниченным списком крафтов. Здесь надо действовать довольно оперативно, ведь по ночам приходят волны нежити, а в скором времени возле вашей базы может спавниться лагерь гоблинов. И чтобы всё это пережить, нам надо как можно быстрее поднимать уровень для получения большего числа жителей и продвигаться по исследованиям ради создания экипировки. Рубим первые деревья, собираем ягодные кусты, немного камня и делаем первые каменные инструменты с дубинками. Дальше получаем ещё пару подопечных, которых также снаряжаем и продолжаем активную добычу всего необходимого. Попутно, начиная постепенно крафтить предметы из древо исследований для выхода в обработку железа и создания простейшей мебели для первого нашего убежища. Ведь дворфы могут спать и восстанавливать хп только в пределах дома, который обозначается строительством тотема. Но поскольку нам довольно далеко качаться до деревянных стен, а соответственно даже строительство деревянной коробки нам пока что недоступно, рекомендую на старте выкопать пещеру под дом и закрыться в ней, чтобы хотя бы туда на первое время поставить кровати, столы для приёма еды и базовые верстаки. К моменту, когда пещера под дом будет выкопана, нам уже желательно оперативно заняться поисками и добычей железа с углём. Ведь до появления лагеря гоблинов остаётся всё меньше времени, а также нас подгоняет вот этот таймер, отмеряющий время до открытия портала, из которого помимо простых и довольно слабых скелетов, также полезут разные зомби, монстры, тролли и много кто ещё. Как только мы находим железо и выкапываем его вместе с небольшим запасом угля, самое время закрафтить замок для двери в нашу пещеру, и также понаделать гвоздей для брони и разных продвинутых крафтов. К слову, периодически вы будете сталкиваться с проблемой выкапывания близлежащих ресурсов, либо с проблемой, что нужный вам ресурс находится слишком далеко от базы. Особенно это актуально с животными, шерсть и шкуры с которых необходимы в крафте. С решением этой проблемы вам может помочь магия. В игре так-то есть несколько заклинаний и команд, которые можно отдавать вашим жителям, но наиболее полезными являются ровно два заклинания – это свет и открытие портала. Свет позволяет даже без необходимости посылать куда-то дворфов быстро осматривать пещеры или ранее неисследованные области карты. А портал поможет быстро добираться до труднодоступных участков и обратно к вашей базе. Особенно это актуально как раз когда во время просвечивания цепи пещер вы натыкаетесь, например, на ресурсы, которые вам нужны, но до которых напрямую копаться слишком долго. Просто кидаем заклинания портала, и наши дворфы могут прямо от точки спавна телепортироваться к месту добычи. После собирать ресурсы и через тот же портал возвращаться обратно, складируя добытое. Это же отличный вариант для зачистки данжей, в которой хрен прокопаешься, или для залутывания ящиков пандоры, рандомно спавнившихся по всей карте и при открытии дающие либо положительный бонус, либо отрицательный и, вероятно, фатальный. Кстати, только я начал заниматься продвижением дальше обработки железа, как у меня заспавнился лагерь гоблинов, причем заспавнился прямо у входа в будущий дом. Гоблины ощутимо сильнее обычных скелетов, да и к тому же, в отличие от последних, они приходят не только ночью, а буквально патрулируют окрестности своего лагеря круглосуточно. Зачистить их лагерь это не сильно-то и проблема, но только в случае, если они оказались на приличном расстоянии от вас, а вы уже успели поставить пару кроватей в доме для восстановления здоровья дворфов. Да и этих самых дворфов желательно иметь хотя бы 5-6 штук. Иначе, с учетом силы гоблинов и довольно отстойного оружия в виде дубинок, вы рискуете во время боя потерять по меньшей мере одного или двух жителей. К счастью, после смерти примерно через полторы минуты на место погибшего из портала приходит новый дворф. Но, так как у дворфов есть разные навыки, которые они могут прокачивать во время работы по специальности, всегда неприятно терять даже одного жителя. Так как если экипировку после смерти еще можно собрать и выдать новоприбывшему, то вот потерянные навыки уже никак не вернуть. После того, как я отбился от гоблинов и добыл прилично железо, вкупе с продвижением по древу исследований, сразу же скрафтил несколько дверей и наконец полностью закрылся в выкопанной пещере. После чего тотем наконец-то обозначил зону жилища, и в кои-то веки дворфы будут спать и есть в пределах безопасной зоны, а не прямо под открытым небом у портала. Примерно к этому моменту можно сказать, что вы именовали раннюю стадию игры, и теперь дальнейшая прогрессия не будет составлять особых проблем. В первую очередь запасаемся древесиной и ставим верстаки плотника, которые понадобятся для начала производства пиломатериалов и ведер для набора воды, которая уже понадобится нам в будущих крафтах, продвинутых материалов и медикаментов. Запускаем строительство первой кузни и выходим в железные инструменты, продолжая всё глубже копать ради новых материалов для апгрейда портала и будущего создания продвинутой экипировки. Докопавшись почти до конца уровня, вы начнёте встречать наиболее редкие материалы – алмазы, серебро, золото и мифрил. Как раз за счёт добычи золота и серебра вы сможете прокачать свой домашний портал до второго уровня, чем откроете себе доступ к кооперативным подземельям с боссами. В данном режиме играют несколько, обычно два человека на одной карте. Их задача – разместить имеющиеся со старта подземелья производственные постройки, добыть ресурсы, снарядить отряд гномов и прокопаться до комнаты с боссом, которого надо убить. После чего вроде как экспедиция считается пройденной, а игроки могут вернуться в свой мир, получив бонусные ресурсы. В целом, если сравнивать впечатления от игры в первый раз, и сейчас спустя много лет, могу сказать, что прощупав игру куда лучше, я также могу сказать, что проект определённо достоин внимания. Хотя бы для однократного ознакомления. Пускай графика и механики здесь довольно примитивные, что так и есть, и прям видно, что разработка курировалась в студии, специализирующейся на мобилках и браузерках, но всё же, думаю, для многих эта игра связана с воспоминаниями из детства или школьных лет. Да и с учётом, что к текущему моменту вышло немало DLC, контента в игре стало явно больше, а проблем и духоты из-за ряда моментов куда меньше. Но всё же, из основных таких проблемных и бесящих часто минусов я бы выделил буквально парочку. Во-первых, это режим игры с древом исследований. С одной стороны, это добавляет изрядно челленджер, особенно в начале партии, и при отражении первых волн монстров. Но с другой стороны, довольно быстро эта система начинает вас душить, заставляя порой адски гриндить и тратить ваше время, а также и без того ограниченные на карте ресурсы просто на дальнейшее продвижение по технологиям, вместо того, чтобы делать то, что вам и правда нужно. Но стоит всё же заметить, что этот режим может быть отключён, и тогда вы будете играть сразу со всеми открытыми рецептами. Поэтому тут будем считать только полминуса, так как да, этот режим можно отключить, но изначально во всех кампаниях он будет включён, и, если не обратить внимание, можно даже не заметить альтернативы. А во-вторых, это часто тупящий искусственный интеллект. Дворфы часто ведут себя очень нелогично, выбирают странные маршруты, не могут преодолеть довольно простые участки самостоятельно и всякое такое. Особенно это ощущается при боёвке, так как дворфы начинают отступать при падении здоровья до одного сердечка. Но! Этот же самый дворф буквально через минуту может наткнуться на жука или рандомного скелета, и вполне вступить в бой. И не всегда выходя из него живым. Что добавляет трудности микроконтроля, если у вас нет запаса бинтов или зелий лечения, которыми можно хоть прямо во время боя отхиливать любого жителя. В остальном же, игра вполне приятная и по-своему уютная. Рекомендую, опять же, по крайней мере, к общему ознакомлению, если вам не бы что поиграть вечером. Ну или если вам не жалко потратиться на DLC, в том числе и с мультиплеером, то в кооперативе это должно играться куда бодрее, и может даже завлечь вас на пару-тройку раундов с друзьями. Ну а у меня на этом всё. Не забывайте заглядывать в описание, так как там есть крайне важные ссылки на группу в ВК и Дискорд, где выходят анонсы видео, стримов, и где я периодически провожу опросы на тему контента. Также при желании можете перейти по ссылкам в описании на мою страничку Boosty, и оформить подписку на сумму от 50 рублей в месяц, чем поможете каналу, и за что получите отдельную благодарность в конце каждого видео. Кстати, прямо сейчас на экране вы видите ники людей, поддерживающих меня на Boosty, за что им отдельная благодарность. Спасибо за просмотр, оставайтесь со мной, ведь впереди вас ожидает ещё много всего интересного. До новых встреч и скоро увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!